Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня получил небольшую посылочку с интернет-магазина Металлопошикбай. Заказал я чехол на блок управления для прибора АКО Беркут 5. Итак, заказал запасной болт для крепления катушки. Многие скажут, что можно использовать унитазные болты, но белые унитазные болты пусть используют в сантехнике. А я подумал, что запасной болт в рюкзаке никогда не помешает. Раньше для защиты блока использовал такую вот самоклеющуюся ленту. Заказывал на Алиэкспрессе. В эту же ленту замотал и металлоискатели, чтобы они не пачкались, не грязнились. Сейчас видно, что блок грязный. Сейчас его аккуратно протру и примерим чехол. Протер блок. Как видите, все отлично отмылось, как новый. Такое хорошее покрытие. Отлично все оттерлось. Я боялся, что будет хуже. Ну и что, друзья, хочу рассказать по данному прибору. Беркутом 5 очень доволен. Да, прибор немного сложноват, если это как первый прибор. Но если вы с ним разберетесь, научитесь пользоваться, поймете его настройки, отличный прибор. Я прибором очень доволен. Мне он нравится. Хороший прибор. Хорошая глубина, хорошее обнаружение целей. Находит и серебро без проблем, и мелкое, и крупное. Даже маленькие дробиночки и то находят. Без проблем цепляет сигналы. Если кому-то будет интересно, вы пишите в комментариях, то я сниму видео по своим настройкам, по ходовым, на которых хожу. Я для себя сделал 4 программы. Сильно глубину я не разгонял, если только на 4 программе. А больше я делал акцент на АП и ПИ. То есть я решил лучше сделать повыше автоподстройку. Это АП. Она определяет скорость автоматической подстройки прибора под условия грунта. И чем больше АП, тем четче и лучше дискрим. Намного меньше приходится копать ржавое железо. А если высоко задирать АП, то ржавое железо практически не копается. А копаю только хорошие, четкие, явные цели. И ПИ, это порог идентификации. Тоже делаю его повыше, чтобы был хороший, качественный дискрим. Конечно, если занизить эти параметры, автоподстройку и порог идентификации, то можно добиться хорошей, большой глубины. Но это желательно делать только для чистых полей. Как я уже сказал, если вы научитесь им разбираться, прибор достойный. И главное, правильно здесь отстроить грунт. когда покупаете прибор настроить катушку, отстроить грунт. И я в течение дня бывает даже по 7-8 раз перенастраиваю грунт. Если, например, перехожу, вижу на поле глина появляется, то перенастраиваю грунт. Если наоборот с глины ухожу на песок, я стараюсь всегда перенастроиться. и это очень полезное дело на приборе Беркут-5. И себя потом оно отблагодарит. Конечно, если неправильно отстроитесь, то вы очень пропустите много всего, что лежит в земле. На этом, друзья, буду заканчивать. Как видите, защита, в принципе, для чего и снималось это видео, хорошо легла на блок. Теперь прибор закрыт от грязи, от дождя. Хорошо все видно через экран. Без проблем будут нажиматься кнопки. и прибор будет всегда в чистоте. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь на канале. Если не подписались, подписывайтесь, дальше будет интересней. всех благ вам и вашим близким, друзья. спасибо. Спасибо.